В Туркестанской области разгорается скандал вокруг выделения субсидий на аренду жилья. В Сарагашском районе жители заявляют о многочисленных отказах в получении господдержки. Люди требуют пересмотреть решения, а власти отмечают, что имеют место в случае мошенничества. По этой причине больше тысячи заявок были аннулированы. Катерина Попкова задавалась жилищными вопросами. Жительница Сарагашского района Сапоргуль Турцинова с трудом сдерживает эмоции, рассказывая о своей борьбе за получение субсидий на аренду жилья. С прошлого года она не может получить помощь, на которую так надеялась. Сказали, что мне не положено, доход превышает. У меня единственный доход – это пенсия по инвалидности. Если покупаю хлеб, не могу купить себе лекарства. Если принимаю лекарства, не ем хлеб. Вот так и живу. Одной пенсии ни на что не хватает. Сапоргуль живет в доме, который она делит с несколькими другими семьями, также не имеющими своего жилья. Она, как и многие другие, не понимает, почему ей отказали в господдержке. Столкнулась с отказом и многодетная мать Акбаян Миятова. И это при том, что ее категория включена в программу субсидирования. Хотела получить субсидии, но меня отправили вставать в очередь на жилье. Пошла вставать в очередь, но они меня туда не принимают. Говорят, что прописка в районе должна быть определенное количество лет. Я думаю, что эта система неправильная. Между тем, в районном Акимате утверждают, что все отказы обоснованы. По словам главного специалиста Ежана Нурши, 2848 заявок сначала одобрили. Но спустя время их вновь проверили. И тогда выяснились занимательные подробности. Жилье не сдавалось в аренду, а лишь составлялся договор, по которому получали деньги. Вторая проблема связана с тем, что некоторые заключали договоры с родственниками и также получали деньги. В ходе проверки были аннулированы более тысячи заявок. Программа субсидирования аренды жилья предусматривает выплату 50% от арендной платы для социально уязвимых категорий граждан. Но даже на этапе подачи заявок люди часто совершают ошибки, что осложняет процесс получения помощи. Однако жители района требуют прозрачности в работе комиссии и пересмотра отказов. Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Самат Нахашбекулы, Туркестанская область, Хабар.